Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в 17-й раз. Какие темы в этом году стали главными? Подготовка к майским праздникам и Пасхе в Самаре усилит меры санитарного контроля. Парк Воронежские озера привели в порядок. В промышленном районе состоялся средник, кто вышел на уборку территории. Владимир Путин сегодня обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это выступление главы государства стало для него 17-м. Оно продлилось час 20. Президент сосредоточился на социальных вопросах. Основные тезисы записали наши корреспонденты. Своё выступление Владимир Путин начал с темы пандемии коронавируса. Он поблагодарил всех людей, чей труд позволил пережить в стране самые трудные времена. Но расслабляться рано. Ковид пока не побеждён. Сегодня Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. И это прямое воплощение растущего научного потенциала нашей страны. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Программу туристического кэшбэка в этом году продлят. Россиянам, купившим путёвки в отечественные санатории и на курорты, компенсируют 20% стоимости. Также государство оплатит половину стоимости путёвки при поездке детей в летние лагеря. Дополнительные возможности появятся для студенческого туризма. В первую очередь будут поощрять молодёжь, которая проявила себя в Олимпиадах и в спорте. По словам президента, работники скорой помощи, которые взяли на себя основной удар во время пандемии, должны быть обеспечены всем необходимым. Также надо больше внимания уделить здоровью населения в условиях распространения коронавируса. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года. Для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Президент высказался и о региональной политике в России. Губернаторы, которые поддерживают свой регион, в почёте. Владимир Путин назвал одной из главных бед губернаторов долговое бремя бюджетов. Правительству Российской Федерации было поручено до июня представить предложение по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов, для тех, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% доходов, надо заместить её бюджетными займами с погашением до 2029 года. Поддержку получат регионы, которые проводили взвешенную долговую политику. Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональной экономики. Тем более, что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? А именно, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты. Поставки не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. В России действуют системы выплат на первого и второго ребёнка. В 78 регионах выплаты производят на третьего ребёнка – 11 300 рублей в месяц. С 1 июля текущего года детям, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в 5 650 рублей по стране в среднем. А женщинам в положении, испытывающим материальные трудности и вставшим в ранние сроки на учёт – ежемесячную выплату в 6 350 рублей. Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет будет выплачиваться в размере 100% от заработка. Продлена программа материнского капитала. Теперь его выплачивают за рождение первенца. Сумма проиндексирована и составляет 640 тысяч рублей. В августе, чтобы собрать ребёнка в школу, все семьи с детьми получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Виктория Шарая – событие. Основные тезисы послания Владимира Путина прокомментировали первые лица области и города. Губернаторы региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина обратили внимание на ключевые моменты обращения президента. Те решения, которые озвучил сегодня президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защиты, развитию образования, культуры, они нашли горячий отвлек у всех участников послания. Кочу отметить последовательную позицию президента по поддержке семей с детьми. И в прошлом году, невзирая на все вызовы, с которыми мы столкнулись, снижение бюджетных доходов, именно на эту категорию основная масса мер поддержки была направлена. Это и дополнительные выплаты по детям с 8 до 16 лет – важнейшее решение. Это и возврат стоимости оздоровительных путёвок для детей. Это и стопроцентная оплата больничных листов родителям детки, у которых до 7 лет. В очередной раз убедилась, насколько президент понимает ситуацию, которая сейчас происходит в стране, и понимает проблемы, с которыми сталкиваются люди. Большая часть послания была направлена на социальную поддержку людей, на людей молодых. Речь шла и о студентах, речь шла и о школьниках, Речь шла и о социальной поддержке молодых родителей, в том числе и родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Речь шла и о поддержке молодых учителей. Конечно, не прошла стороной и поддержка здравоохранения. Рассматривается возможность применения инфраструктурных кредитов. И очень надеюсь, что с помощью этих кредитов регионы и города, в том числе, будут развиваться достойными темпами. Первостепенная задача в том, чтобы наша молодежь именно изучала, знала прошлое. Без прошлого не будет будущего. А будущее – это наше молодое поколение. В каждом районе у нас, города, находятся лекционные группы целые. Эти лекционные группы наших ветеранов, они закреплены за нашими учебными заведениями. И эти представители наших общественных организаций, они приходят на уроки, на уроки мужества, просто на беседы, на встречи. Сейчас эта поддержка, этот такой тренд на поддержку семей воспитывающих детей расширяется. Важно, что выделили такие категории граждан, как матери и отцы, одиноко воспитывающие детей с 8 до 16 лет, то есть школьников. И им будет оказана отдельная поддержка. Городские власти начали подготовку к единому дню голосования. Напомню, 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу и в областной парламент. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу рабочей группы по содействию избирательной комиссии. Подробнее расскажет мэрия Елчан. На территории Самары сформировано 467 избирательных участков для предстоящих выборов в Государственную и Губернскую Думы. Подготовка помещений для них – одна из ключевых задач. Также важно провести мониторинг надлежащего состояния прилегающей территории, подходов и подъездных путей к избирательным центрам. Эти вопросы обсудили на совещании рабочей группы по содействию избирательной комиссии с участием главы города Елены Лапушкиной. Наша с вами задача – максимально подготовить избирательные участки и, в принципе, подготовиться к этой избирательной кампании. По сравнению с предыдущими выборами у нас добавился только один избирательный участок в промышленном районе. Поэтому изменения у нас минимальные в этом плане. И все вы прекрасно знаете степень своей ответственности и те задачи, которые перед нами стоят. Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность. Вопрос безопасности всех участников процесса в приоритете. Заранее проведут работы по планировке и обеспечению избирательных комиссий транспортом для голосования на дому. Сроки достаточно. Как бы с одной стороны время есть, но с другой стороны его не так много. Практика, еще раз говорю, показывает, что данная форма является востребованной. Можем очень хорошо защитить избирательные права наших граждан, организуя данное голосование. Обсудили на совещании и вопрос о санитарном содержании участков, прилегающих к центрам избирательных комиссий. В рамках месячника по благоустройству территории сейчас приводят в порядок. Перед началом выборов работа будет продолжена. Для того, чтобы обеспечить доступность маломобильным гражданам, в этом году выделили средства на устройство пандусов в шести образовательных учреждениях. Во всех есть избирательные участки. За сутки в Самарской области зарегистрировали 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 59 863 человека. Такие данные в эту среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 219 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 56 951 пациента. Ситуацию с заболеваемостью обсудили на заседании городского оперативного штаба по противодействию ковид-19. Насколько усилят меры безопасности в Самаре в преддверии майских праздников, выяснила Ольга Хомракулова. До майских праздников 10 дней, но контроль усиливают уже сейчас. По итогам заседания городского оперативного штаба по ковид-19 решено идти на опережение. Да и эпид-обстановка не позволяет расслабиться. 58% от всех заболевших по-прежнему относятся к социально активной возрастной группе от 30 до 64 лет включительно. Чтобы обезопасить эту группу населения, главам внутригородских районов поручено провести работу с жителями и настоятелями храмов. Акцент на соблюдении масочного режима и социальной дистанции в праздновании Пасхи. Мы знаем, что у нас Пасха, 24-го у нас вербное воскресенье, то есть праздников достаточно большое количество. А прихожане, все-таки эти люди 65+, чаще всего провести работу с настоятелями храмов, чтобы они в свою очередь проработали с своими прихожанами. Ну, во-первых, это напомнить про 65+, во-вторых, это, конечно, соблюдение масочного режима, дезинфекцию, ну и, конечно, дистанцирование. Увеличится количество проверок на объектах потребительского рынка и в транспорте. За следующие 10 дней мы планируем какие мероприятия. Во-первых, мы сейчас усилим количество проверок, будем выводить, значит, помимо наших проверок департамент, который мы проводим, мы сформируем по две бригады от каждого перевозчика и в том числе по коммерческому транспорту точно такие же проверки будут проводиться. Традиционно где-то в день проверяется в районе 350-400 объектов. 13 торговых центров, 166 объектов торговли, 92 объекта общественного питания, 92 объекта бытового обслуживания. При этом в Самаре бесперебойно продолжается вакцинация. Полный курс иммунизации прошли уже почти 60 тысяч жителей города. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Более 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Самарскую область. Благодаря увеличению поставок в регионе появилась возможность нарастить темпы вакцинации. Сейчас в двух самых крупных городах губернии открылись круглосуточные прививочные кабинеты. Валерий Алексеевич, на прививочку готовы? Как пионера. Валерию Кочневу почти 70. Как истинный глава семейства пришел на прививку самый первый из своей семьи. Признается, элементарно хочется вернуться к прежней жизни и не переживать из-за возможного инфицирования. Ведь пандемия еще не завершилась. Вот попробуем. Супруга моя должна тоже после меня зайти. Бесплатно, а теперь и круглосуточно. В Самарской области открылись два прививочных кабинета, работающих непрерывно. Один в Самаре на Мичурино 125, другой в Тольятти на базе Ставропольской центральной больницы. Темпы вакцинации в области наращиваются по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова. В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря круглосуточным прививочным пунктам вакцинироваться теперь смогут больше жителей. В том числе и те, кто днем работает. Ведь молодежь очень трудно среди рабочего дня на самом деле застать. И если у них хоть один выходной есть, суббота, воскресенье, понятно, что они стараются отдохнуть. А сейчас возможность такая есть, чтобы после рабочего времени приехать вечером привиться. А это самая такая миграционная, миграция большая у этих людей. И самые подвижные они люди. Они могут быть носителем инфекции. А если мы их привьем, по крайней мере, мы знать будем, что мы защищаем дальше население наше. В Самарской области сделали прививку от коронавируса уже более 250 тысяч человек. Свыше половины из них граждане категории 65+. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как отреагировал рубль на послание президента федеральному собранию? О курсах валют сейчас расскажу. Но сначала о том, как цифровые деньги повлияют на банковскую сферу. Внедрение цифровых валют может серьезно повлиять на действующую банковскую систему вплоть до ее разрушения. Так считают банковские аналитики Уолл-Стрит. По их словам, центробанки большинства стран, например, Китая, все больше интересуются цифровыми деньгами, как инструментом для безналичных расчетов в будущем. Эксперты полагают, что с приходом цифровых денег традиционные банки могут потерять депозиты клиентов. Кроме того, они указывают на проблему с конфиденциальностью при их использовании. В Самарской области реализуют новые проекты. Их рассмотрели на заседании рабочей группы при Совете по улучшению инвестиционного климата в регионе. Всего эксперты оценили четыре проекта. Они касаются развития сельского хозяйства, строительной сферы, туристической отрасли и автомобильной. Общая сумма инвестиций составит 14 миллиардов рублей. Как рассказали в областном Минэкономразвитии, в прошлом году в Самарском регионе нарастили объем инвестиций в особую экономическую зону Тольятти. Запустили два индустриальных парка. Нескольким десяткам компаний присвоили статус резидентов территорий опережающего развития. На фоне заявления президента Владимира Путина по международной повестке, доллар и евро подешевели в ходе торгов на московской бирже. Но это пока не отразилось на официальном курсе Центробанка. Американская валюта на 22 апреля 76 рублей 82 копейки и она прибавила 80 копеек. Евро 92 рубля и 29 копеек. За сутки европейская валюта повысилась на 54 копейки. Нефть марки Brent 65 долларов и 64 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. С учетом инфраструктурной значимости на городских улицах начался ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители обновляют асфальт ночью, когда движение не такое активное. На улице Луначарского срезают старое дорожное покрытие. А на Академика Платонова уже укладывают новое. На объектах побывал Андрей Горгуленко. Слой за слоем дорожная фреза срезает асфальт на улице Луначарского. На участке от Новосадовой до автобусного проезда начался комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие сняли почти 3,5 тысячи квадратных метров старого асфальта. В крошку превратили два слоя – верхний и выравнивающий. Таким образом мы готовим улицу для комплексного ремонта. Также будет производиться замена бортового камня, замена тротуаров. И асфальтно-бетонного покрытия. Кроме того, на участке сделают новые парковочные места, отремонтируют колодцы, благоустроят газоны, установят новые опоры освещения и мусорные урны. В текущем году планируется выполнить работы по комплексному ремонту улицы Луначарского на участке от автобусного проезда до улицы Новосадова. Выполнить ремонт тротуара с мнением приточного покрытия на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Отремонтировать имеющиеся тротуары на площади 500 квадратных метров с мнением асфальтно-бетонной смеси. Устроить новые парковочные места на площади 350 квадратных метров. А также нанести дорожную разметку, установить, установить знаки и другие работы по ремонту инженерной коммуникации. А вот на Академика Платонова новые материалы в деле уже опробовали. Здесь от Кольцевой до Новосадовой рабочие уже начали укладывать асфальт. Он отличается повышенной прочностью. Новые марки асфальтно-бетонных смесей обладают повышенными прочностными характеристиками. Там применяются другие узкие фракции щебня, менее окатанные, чем были ранее, то есть с более квадратными формами, что позволяет создать более упругие горка с асфальтно-бетонного покрытия. Всего на участке длиной 750 метров заменят более 4,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Эту улицу начали делать раньше других, чтобы подготовиться к предстоящей реконструкции, пересечении улиц Новосадовой и Советской армии. Также работы сейчас ведут на Ленинской и Арцебушевской. В ближайшие дни начнут преображать проспект Масленникова. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Воронежские озера – сердце промышленного района. Сегодня в парке прошел средник. Молодежь, сотрудники администрации ИТОС привели в порядок территорию. Убрали старую листву, очистили берега озер, вывезли мусор. Даша Сураева, как доброволец, решила внести свой вклад в уборку Воронежских озер. Девушка и сама здесь часто гуляет после учебы. Говорит, что если каждый будет убирать за собой мусор, то и в очистке парк нуждаться не будет. Даже вот в школах, с начальных классов, по-моему, начинают детей к этому приучать. И мне кажется, если люди будут выходить на субботники, убирать все это, они будут понимать, что это очень трудно и меньше мусора, возможно, будет на улицах. Парк также приводили в порядок после зимы активные жители, депутаты и сотрудники администрации промышленного района. Средник приурочили к всероссийской акции по очистке берегов и водоемов «Вода России». На берегах озер убрали сухую листву и скопившийся за зиму мусор. Как показывает месячник этого года, население достаточно активно участвует в данных мероприятиях. Город проводит порядок, в общем, много желающих. Так что работа ведется с нашей стороны достаточно продуктивно. Парк «Вороничка озера» – очень любимое место не только жителей ближайших домов. Сюда приезжают жители со всей Самары отдыхать, поэтому, я думаю, заслуживает уборку и благоустройство. В Среднике по всему району приняли участие порядка 200 человек. Администрация предоставила всем активистам необходимый инвентарь. Для того, чтобы очистить от мусора участки вдоль социальных объектов и объектов потребительского рынка, привлекли 50 единиц техники. Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Николай Епифанов. События. Городские пространства готовят к летнему сезону. Ежедневно бригады рабочих проводят очистку мемориальных сооружений в парках и скверах Самары. Завершить работы планируют к 1 мая. В эту среду привели в порядок обелиск к борцам революции 1917 года, который находится возле здания фабрики кухни. Этот обелиск, посвященный борцам революции 1917 года, украшает город уже более 60 лет. Его установили возле бывшего завода Масленниково. За этим мемориалом, как и за многими другими, в Самаре ведется тщательный уход. Наша основная задача – это сделать монументальное сооружение чистым, но при этом не повредив его поверхность. Данные работы призваны сохранить его, чтобы оно как можно дольше простояло и имело надлежащий внешний вид, чтобы люди, приехавшие в наш город, могли насладиться данными монументальными сооружениями. Все городские монументальные сооружения бригады рабочих планируют привести в порядок до 1 мая. Очистка ведется в три этапа. Сначала увлажнение, нанесение щадящего моющего средства, чтобы не повредить поверхность. Затем все обильно поливается водой. Привлекается спецтехника, автогидроподъемники. При необходимости используется и ручной труд. Уходит от полутора до трех часов, в зависимости от размера монументальной композиции. Мы работаем и керками, и бразбойдами, нанесем моющие средства, потом все смоем, все будет чистенько и красивенько. Никаких сложностей в работе у нас нет. В этом году сквер у обелиска борцам революции благоустроит по нацпроекту «Жилье и городская среда» благодаря инициативе самарцев. А с 26 апреля по 30 мая начнется голосование, в рамках которого жители города смогут выбрать те объекты, которые войдут в перечень территорий для благоустройства в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование открытое, адрес для участия указан на экране. Гульфия Сафина, Григорий Пелешаков, События. Почти 500 спортсменов из 14 регионов Поволжья приехали в Самару на первенство округа Пудзюдо. 13-летние юноши и девушки разыграют 21 комплект наград. Соревнования продлятся два дня. 13-летние мальчишки и девчонки на татаме первенства Поволжья не выходили уже два года из-за коронавируса и ограничительных мер. Поэтому на этих соревнованиях борьба получилась интересной и захватывающей вдвойне, делится впечатлениями судей. В этом возрасте подростки борются больше на эмоциях. Спортивная дисциплина не всем под силу. Многие дети первый раз приезжают на соревнования, для них это азарт. Больше на интуиции еще борются, потому что этот возраст, я бы не сказал, что есть какие-то свои лидеры. Очень непредсказуемая борьба по этому возрасту. Всегда интересно за ней наблюдать. Сборная команды Самарской области как хозяйка соревнований выставила самый многочисленный состав. Но это, как говорят эксперты, не показатель, что у 63-го региона будет больше шансов на победу. Например, гости из Ульяновска пока на стадии второго рождения дзюдо в своем регионе. Но амбиции чемпионские. Для приезда на первенство Поволжье они отобрали лучших на областном турнире. В каждом весе где-то было по 20-25 человек. То есть мы еще только начинаем набирать обороты, так как у нас по сравнению с Самарской областью, с Башкирией, с Татарстаном, мы отстаем в количестве занимающихся. То есть если здесь участников было, если я не ошибаюсь, около 400, то у нас было 130 участников от всего Ульянской области в этом возрасте. За два соревновательных дня на Татарстане выйдут бороться за медали почти полтысячи дзюдоистов. Они разыграют 21 комплект наград. В первый день победители и призеры определятся среди юношей. Во второй на пьедестал почета поднимутся девушки. Золотые и серебряные медалисты Поволжья попадут в сборную федерального округа и поедут на командное первенство России. Кроме спортсменов на Поволжье дебютируют еще и молодые тренеры. Тренерский штаб именно в Самарской области достаточно омолодел. То есть те спортсмены, которые недавно боролись, уже сейчас представляют здесь своих спортсменов. То есть они секундируют спортсменов, они помогают и уже, имея свой опыт спортивный, перешли именно в тренерскую деятельность. Это не может не радовать нас, так как мы видим преемственность поколения. Командное первенство страны под дзюдо среди 13-летних спортсменов пройдет в мае в Новороссийске в формате стенка на стенку. То есть победа каждого дзюдоиста принесет очки в общекомандную копилку. Суммируя их, судьи определят чемпионов России среди сборных федеральных округов. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Спешу сообщить, что самарские крылья Совета вышли в финал Кубка России по футболу. Волжане обыграли Грозненский Ахмат в серии пенальти. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин